Филимоненко Иван Степанович родился в 1924 году в Иркутской области. В 41-м возрасте 16 лет ушел на фронт. В годы войны был разведчиком 191-й отдельной мотострелковой разведроты. Имеет многочисленные награды, после войны учился в МВТУ имени Баумана, окончил факультет ракетной техники. По 1967 год работал в ОКБ-670 техником-конструктором, инженером-конструктором. Острый ум и высокая изобретательность позволяла Ивану Степановичу реализовывать свои идеи в новых направлениях научной мысли. Но, как оказалось, это не было нужно высокому начальству. В самом начале своей конструкторской деятельности ему пришлось заниматься разработкой двигателей для ракет. Поставленные задачи с трудом решались с помощью применяемых в то время ракетных двигателей. Дальность полета была не более 12 тысяч километров. Когда же им были разработаны ядерные двигатели, ракета была способна огибать земной шар 40 раз. Участвуя в разработке урановых реакторов, он понял, что продолжение работ в этом направлении ведет человечество к гибели и принялся разрабатывать установки на качественно иной основе – на основе холодного ядерного синтеза. И он сумел доказать возможность реализации этого направления уже в 1957 году. Это удивительно, но с 68 по 89 Филимоненко является фактически безработным. Направление было приказано закрыть, но ученых не репрессировали, как раньше, а просто уволили. За этот период времени ученый постоянно обращался во всевозможные, в том числе в высшие государственные инстанции, пытаясь добиться реабилитации предложенного им научного направления и возобновления начатых им работ в МКБ «Красная звезда», где добился больших успехов в разработке экологически чистых термоэмиссионных гидролизных энергетических установок и установок по подавлению радиации. Все его обращения не дали положительного результата. Для содержания семьи ученому пришлось себя посвятить сельскохозяйственным работам на дачном участке размером 8 соток. И, конечно же, в свободное время продолжать прорабатывать свои идеи лишь на бумаге. В 1989 году Филимоненко неожиданно поступает предложение от фирмы НКТО «Форд-Инфо», возглавить работы по интересующей его тематике. Он с радостью дает согласие на должность ведущего конструктора. Но уже через 8 месяцев, в том же 1989-м, по непонятным для ученого причинам, его в служебном порядке переводят в фирму НППСО «Курс» при Всесоюзном Добровольном Благотворительном Обществе «Экополис и Культура» на должность главного конструктора Центра экологически чистых энергоустановок, где он работает до 1992 года. По несколько месяцев он не получал зарплату, пока не уволился по собственному желанию. Вот вам пример, как сливали неугодные направления. Узнав об американских исследованиях холодного ядерного синтеза Флейшмана и Понза, которые были вскоре отвергнуты правительством США как ошибочные, наше правительство восстановило Филимоненко в должности ведущего конструктора на НПО «Красная звезда» для продолжения работ, от которых он был отстранен еще 30 лет назад. Под руководством Филимоненко было изготовлено три опытных образца энергетических установок, использующих энергию холодного ядерного синтеза. И заново разработаны чертежи установок для подавления радиации. Испытания должны были производиться там же, на НПО «Красная звезда». Но они, по словам руководства, не состоялись. Филимоненко вновь отстранили от работы и лишили пропуска на все предприятия НПО. Объяснение было одно – нет средств. Еще одна попытка подарить человечеству безопасную энергию окончилась крахом. На ютубе сохранился старый фильм, где рассказывается о русском изобретателе, в судьбе которого можно увидеть удивительное сочетание верности науке, несгибаемость характера старого разведчика. Ученые в фильме рассказывают о холодном термоядерном синтезе, возможность которого он доказывал еще в 1957 году. Тогда он создал установку, дающую излучение, которая подавляет радиацию. Кроме того, это устройство позволяло получить электроэнергию, водород и кислород, а также вырабатывало пар высокого давления, который мог бы вращать турбину. Эта установка не требовала использования урана, а значит была экологически чиста. Для питания этой установки требовалась лишь тяжелая вода, а воды у нас в избытке. Уникальность этой установки заключалась еще и в том, что при ее внедрении в промышленность в Советском Союзе можно было сэкономить свыше 300 миллиардов долларов США. Это за счет стоимости сжигаемого ежедневно угля, нефти и газа. То есть совершенно отказаться от нефтяной энергетики. В то время его работы курировали академики Курчатов, Королев и Капица, которые всячески поддерживали изобретателя, но после смерти Курчатова и Королева все работы были постепенно свернуты и таким образом прекращены любые попытки исследований в направлении холодного ядерного синтеза, сокращенно ХИАЗ. Сегодня холодный ядерный синтез – это одно из самых спорных, противоречивых и даже запретных направлений в современной науке. Идея получения огромной практически неисчерпаемой энергии из воды, воздуха и другого вещества, окружающего всех нас, слишком хороша, чтобы в нее поверили. Особенно это настораживает консервативный ученый мир, когда предлагается осуществлять выработку энергии не в каких-то гигантских установках, в которых вещество разогревается до звездных температур, а в комнатных условиях, буквально на рабочем столе. Конечно, промышленные установки будут иметь далеко не комнатный размер, но для получения первых экспериментальных результатов и отработки самих технологий в этом направлении достаточно лабораторного стола и толковых изобретателей, которой всегда было в достатке на нашей земле. Сама идея получения практически дармовой энергии противоречит бытовым представлениям нашей повседневности, где мы привыкли видеть в качестве источника энергии сжигаемое топливо. Причем нас к этому приучали долго и упорно. Наши деды топили печи дровами, а после, когда добыча каменного угля получила промышленный размах, его стали применять и в производстве всего самого необходимого. Открытие двигателей внутреннего сгорания самим своим названием приводит к мысли, что и там должно что-то возжигаться. И никого не удивляет, что наша цивилизация добывает нефть, чтобы получить топливо более легких фракций, ну а тяжелые фракции идут на создание попутной нефтехимии, всяких изделий и даже еды. Газ стал практически прорывным источником, поскольку после его очистки может быть использован и в быту, и в промышленности. Но похоже, это направление изгубило не только нашу экономику, но и всех, кто был причастен к добыче полезных ископаемых планеты. Исследования в атомной энергетике практически перевернули мир. Но и в этом случае источником энергии становится все тот же контролируемый нагрев вещества. Ученый мир в процессе своего движения к усовершенствованию источников энергии разработал множество теорий, которые лишь подтверждали правильность этого пути. Именно за это ученые получали свои знания, регалии и должности. Так, например, в ядерной физике постулируется, что для преодоления кулоновского барьера ядра атомов надо разгонять до больших скоростей, энергий. А большая энергия, собственно, и есть большая температура. О каком таком холодном синтезе может тогда идти речь? Этого нет, потому что быть не может. Потому что Академия наук для того и создавалась, чтобы отметать шальные мысли фантазера в сторону и не тратить государственные средства понапрасну. Однако мы все знаем с детства этот холодный синтез, но не обращали внимания и потому никогда не задумывались об этом. Никто не удивляется, что курица несет яйца в скорлупе, состоящей по сути из одного кальция. И откуда же тогда курица берет кальций? Ее никто не кормит кальцием специально, если только сердобольные бабушки. Более того, были поставлены эксперименты, при которых из рациона кур исключались наличие кальция полностью. В одном из экспериментов вместо кальция кур кормили калием. Тем не менее, куры по-прежнему откладывали яйца, и они по-прежнему были в оболочке из кальция. Как-то такое можно объяснить с точки зрения науки. Да никак. Тогда на это просто закрыли глаза и перестали обращать внимание, вместо того, чтобы детально исследовать. Также садоводы-огородники знают, что на одной грядке нельзя выращивать одну культуру постоянно. Земля истощается от того, что из нее извлекаются одни и те же микроэлементы. А чтобы удобрить истощенный участок, используют смену выращиваемых культур. Например, если посадить обычный горох, грядка получит избыточные азотные микроэлементы от самого гороха. То есть выделит своей корневой системой прямо в почву. Другими словами, горох осуществляет тот самый холодный синтез, не зная при этом, что в Академии наук академики запретили этим заниматься. В истории уже не раз бывало, что новые идеи долгое время отвергались, их сторонники высмеивались, факты оспаривались, а потом оказывалось, что на самом деле то, что много раз подвергалось сомнением, чистейшая правда. Яркий пример непосредственно из ядерной физики в 1937 году Эрнест Розерфорд на вопрос «Как вы думаете, когда открытая вами ядерная энергия найдет практическое применение?» Он ответил «Никогда». Это был 1937 год. До испытаний первой атомной бомбы оставалось менее 10 лет. И это был сам Резерфорд, отец ядерной физики. А немцы уже во время Второй мировой войны создали свои лаборатории, где наработали огромный потенциал урана, который после оказался в хранилищах США. К слову сказать, планетарная модель строения атома, предложенная Резерфордом, сама по себе является примером чудовищных заблуждений, растиражированных во всех учебниках и на рисунках. Нет на самом деле внутри атома никаких орбит, по которым вращаются электроны. Это абсолютно надуманная, упрощенная схема, которая призвана препятствовать правильному пониманию ядерной физики. Однако эта схема применяется и до сих пор и преподается как основа всей ядерной физики. Авторитет Резерфорда в научном сообществе был настолько велик, как же отец ядерной физики, что никто не обращал внимания на его методологические ошибки при постановке импробных экспериментов для опровержения чужих научных идей. А возможно, это были даже умышленные подтасовки, целью отстоять свою точку зрения, но об этом мы пока не узнаем. Понятно, что наш герой попал в еще более сложное положение, не имея никакого научного звания, будучи лишь инженером, он продвигал идеи, которые явно противоречили научному взгляду на мир. А те возможности, которые ему иногда предоставляла судьба в лице академиков, осуществлявших в 50-е годы поддержку, улетучивались вместе с самими академиками. Энергетическая установка Филимоненко создавалась целью использования в советской космической программе. Однако в конечном итоге предпочтение было отдано другой, более традиционной энергетической установке. Филимоненко попутно в том же 57-м предложил создать ракетный двигатель, работающий не по принципу отброса массы, а за счет отталкивания аппарата от магнитного поля Земли. Им была разработана установка с подъемной силой в 5 тонн. Скорость такой летающей тарелки могла быть и 1, и 2, и 3 космической, то есть двигатель в виде вращающихся дисков мог вывести на орбиту аппарат сразу, без всяких разгонных блоков, как это теперь делается. В июле 60-го при поддержке Королева, маршала Жукова и Курчатова было принято постановление Совета Министров СССР за номером 715296, подписанное Хрущевым и Косыгиным. В нем значились три пункта. Первое – разработка новых принципов энергии. Второе – разработка новых принципов движения без отброса массы, напоминаю, в 60-м году. Третье – разработка защиты от ядерных излучений, то есть аппаратное энергополевое подавление радиации. Вы только вдумайтесь! Около 80 оборонных предприятий страны выполняли указания, ответственного за проект ведущего конструктора Ивана Филимоненко. Но вот умирает Курчатов, затем Королев. Отправляют в отставку Жукова, и проект сворачивают. А автора и ведущего конструктора лишают работы на долгие 20 лет. И еще скажи спасибо им, что не убили. Ему не хватило нескольких месяцев, чтобы довести установку по подавлению радиации до промышленного образца. А для реализации летающей тарелки с уникальным двигателем порядка трех лет. Подумайте, как мог измениться тот мир, в котором мы сейчас живем? Разве Чернобыльская трагедия была бы столь катастрофичной? Или, может, наша страна не сделала бы шаг в направлении освоения космического пространства на новом уровне? Практически так же произошло, по сути, и в конце 80-х – начале 90-х. Может показаться удивительным совпадением, но именно в 89-м году американские ученые Стэнли Понс и Мартин Флейшман получили отказ от регистрации их изобретения на синтез энергии от правительственных структур США. Причем отказ этот был в столь категоричной форме, что им запретили вообще подавать свои заявки на изобретение. Смотрите фильм «Вотергейт. Война против холодного ядерного синтеза». История получилась шумной и, по всей видимости, в нашем руководстве узнали они. А чуть позже еще один русский ученый, занимавшийся той же тематикой Р.Н. Кузьмин, получил отказ Академии наук от авторитетов под руководством Гинсбурга. Поэтому Филимоненко сначала дали возможность создать три образца и всю попутную документацию, а уже после того его тут же уволили под надуманным предлогом. Конечно, теперь возникает закономерный вопрос, по какой причине столь упорно не позволяют создать установку холодного ядерного синтеза. Наверное, дело не только в том, что академики не хотят опровергать сами себя. Пожалуй, тут дело не столько в инерции академического мышления, сколько просматривается нечто общее между запретами исследовать и патентовать в этом направлении по всему миру. Но не хотят хозяева человеческой цивилизации позволять нам пользоваться такими технологиями. И вот тут уже начинается конспирология, которая подлежит высмеиванию и забвению. Как все продумано, не измена, так погоня. Надо сказать, что российские ученые не останавливались в этом направлении. В 1994 году в Магнитогорском государственном техническом университете была создана установка Энерго-Нива, Вачаева и Иванова. Вачаев изначально не занимался проблематикой ядерного синтеза. Его исследования были посвящены электролизу и очистке промышленных стоков методом плазменного разряда в водной среде. В ходе экспериментов Вачаеву удалось сформировать в проточной воде устойчивый плазмоид, при прохождении через который получалась эмульсия с высоким содержанием полиметаллов, которых первоначально в воде не было. Количество полиметаллов, получаемых при пропускании воды через плазмоид, было настолько большим, что не могло объясниться ни разрушением электродов, ни какими-либо примесями, которые были в воде изначально. В ходе дальнейших работ над установкой удалось получить не только синтез элементов, но и положительный выход энергии, причем не в тепловом виде, а в виде электричества, снимаемого с электродов. Энергонива Вачаева работала в лаборатории как действующая экспериментальная установка с 1994 по 2000 год. Длительность непрерывной работы в автономном режиме при отключении входной мощности и подключении нагрузки достигала двух суток. Такого результата не ожидал никто. В 2000 году в связи со смертью Вачаева исследования прекратились и установка была демонтирована. На данный момент эта установка воспроизведена в Москве и является одной из двух действующих моделей, позволяющих продемонстрировать положительный выход энергии в ходе реакции ядерного синтеза. Она доступна для широкого изучения, однако по каким-то причинам это не вызывает широкого резонанса и интереса. Американцы тоже не останавливались на достигнутом. Положительный выход энергии в ходе реакции ядерного синтеза с помощью каталитического метода был достигнут и представлен в 2011 году итальянцами Фокарди и Росси. Установка известна под названиями катализатор энергии Росси или Е-Кэт. В течение нескольких лет установка демонстрировалась в присутствии независимых экспертов и было отмечено неестественно высокое тепловыделение, которое не могло объясняться химическими реакциями, однако сам процесс оставался неясен и окончательного мнения об установке так и не было составлено. Росси первоначально заявил, что в его установке происходит преобразование никеля в медь, что вызвало множество сомнений в достоверности реакции. В конечном счете Росси описал свою версию того, каким образом его установка дает избыточную энергию и к тому же осуществляет трансмутацию одних элементов в другие. Однако это не нашло понимания в ученых кругах, несмотря на достигнутые по словам изобретателя результаты, хотя его установка на выходе уже давала даже золото и платину. Только подумайте, работает такая установка у вас дома, дает энергию плюс золото и платину. Но цирки немцы, а зачем нам тогда деньги, государство и войны за ресурсы? Конечно же, перечисленные выше примеры далеко не полный список экспериментов в области холодного и горячего синтеза. В Российской Федерации на НПО «Луч» были произведены эксперименты группой Савватимовой и Карабута. Кроме того, Аллой Александровной-Корниловой совместно с В. Высоцким. Это профессор, заведующий кафедрой и теоретической радиофизике КНУ. С 2003 года были опубликованы работы по тематике ядерной транспутации изотопов в биологических системах. Мало того, именно русскими учеными Тамарой Сахно и Виктором Курашовым было зарегистрировано изобретение от 2016 года, презентация которого состоялась в Швейцарии. Но кроме последнего изобретения, никакие другие не получили развития в полной мере. Тут можно сослаться на то, что эти поиски ученых не имеют под собой никакой основы. Так принято говорить в научной среде. Однако по какой-то причине судьбы всех, кто прикоснулся к этой проблематике, каким-то образом оказываются трагичными. Одних увольняют и не допускают в свои лаборатории, другие просто умирают при странных обстоятельствах, третьи до сих пор здравствуют, но их не признают. Прослеживается явный след за этими изобретениями, в силу того, что выработка бесплатной энергии, а тем более трансмутация элементов, по сути из дешевых отходов, невыгодна глобальному управлению. А кому как не ему лучше знать, что нам хорошо, а что плохо. Так что улыбаемся и машем. И ждем, когда общество созреет потребовать у него легализации этих технологий.